На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Сейчас можно модно пересылать друг другу молитвы с условием переслать еще 15-20 человекам, тогда будешь счастлив и здоров. Помогает ли это и можно ли это делать? Да, вопрос, конечно, интересный и действительно очень актуальный. Достаточно зайти в интернет, например, чтобы поискать какую-то молитву или включить псалтырь, чтобы правильно делать, когда ты чем-то занят, чтобы в доме всегда звучала молитва. Вот в интернете таких предложений полно под лозунгами «эта молитва исцеляет», «эта молитва изгоняет бесов». Это самая сильная молитва. А в чатах, вот даже чат, вернее, не чат, а индивидуальную переписку, которую я веду с людьми, обратившимися ко мне, очень часто вот мне пересылают потом. А вот молитвы с просьбой тоже еще переслать другим. И я всегда задаю вопрос, а где ты взял эту молитву? Что я хочу сказать, друзья мои? Ну, возьмите себе за правило никогда не пересылать никому непроверенную информацию, иначе вы можете стать слугой дьявола невольно. Это просто будет ложная информация, а вы ее пустите другим людям и введете их в заблуждение. У нас все молитвы есть в наших официальных, скажем так, акафистах, других книгах, молитвословах, которые всегда имеют надпись по благословению «Сделано». Не пользуйтесь и тем более не пересылайте вот такие сообщения. И даже если нет такой просьбы, перешли другим, все равно не пользуйтесь. Как минимум, для своей же собственной безопасности обратитесь к батюшке, задайте ему вопрос, скажите, батюшка, да, вот мне пришла такая молитва, можно ли ей молиться? Обязательно, лучше спросите. Ну, в общем, в заключение, еще раз хочу обратить ваше внимание, не верьте на слово никаким таким пересылаемым сообщениям, не отсылайте их другим. Лучшее, что вы можете сделать, либо проигнорировать такие молитвы, либо обратиться к батюшке с вопросом, а можно ли так молиться? А тем более, бывает, еще группы такие создаются, и там гуру, а по-другому я не назову человека, когда он без благословения создает группу, берет откуда-то там... Это все опять дьявольский кузник. Не участвуйте в таких группах, если нет благословения батюшке на данную конкретную группу. Будьте осторожны, иначе можно попасть в беду. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.